добрый вечер друзья надеюсь вы меня видите и слышите вебинар этот особый вот я сейчас постепенно постепенно вас подведу к тому что вы обязаны знать тогда у вас будут лучшие результаты в россии во всем мире вот на данный момент практически этого не в целом в таком объемном виде вы не знаете никто вот есть мои ученики есть отголоски моих идей прежде книгах в этих самых фильмах статьях но целиком выглядит так я специально ждал когда мне подвернется такой случай вот он подвернулся почему я поставил первую фотографию вот эту вот вот почему потому что казалось бы не должно быть так идет зима страшная зима саргаса зима ни одного погибшего саженца и когда сергей отрезает эти кончики веток никаких следов помните там разной степени подмерзания внутри чернота размеры черноты вот ничего этого никогда не было нет и надеюсь не будет несмотря какие не несмотря на любая зима вот начинается все вроде бы это уж не может быть идем дальше ночи смотрим сюда ну урожайчик слабенький просто я сказал пару фотографий сделаю вот врать не буду почему но теперь потом попозже поговорим а что сделать то нам серым а сейчас и столько скажу успевайте заказать у меня косточки на всех не хватит сразу говорю так худший год за 36 лет хотя не было предпосылок об этом тоже поговорим это загадка мне разгадана так теперь смотрите идем постепенно к тому самому что должны знать прежде всего академики они должны были научить своих учеников аспирантов и прочих доцентов потом это должно перейти было в этот самый в учебники научно-сельские институты и что интересно будущим ученым то есть в эти институты университета где учат будущих специалистов а потом школы а потом детские сады я не шучу но ничего этого не будет посмотрите давайте вспомним почему я должен с вами общаться надеюсь что когда что-то изменится давайте здраво вспоминаем я обращался к министру науки и высшего образования к такому вот пусто пустоту пришел новый министр пустоту его заместитель девушки 90 60 на 90 это было главное достоинство вот пустоту и сегодня час назад по этому самому по телевизору сказали начистоска нет я ехал в машине по радио сказали знаете что садят заместителя правда другого чем не вот эти три фамилии два министра и один зам а еще одна фамилия мне незнакомая вот за воровство какая какая наука какая учеба давайте ребят сами разбираться переходим на самообучение вот я правда когда-то купил самоучитель для игры на гитаре и так и не смог оказывается бог не дал а здесь посмотрим итак вначале вот этот посылок почему сейчас поймете все нет региона во второй и третьей климатических зонах где не могут расти плодовые деревья а ведь вспоминайте а агроном сказал у нас не росло и не будет вспоминайте десятки я уже сотни примеров привел письмами и до сих пор мешки с письмами лежат а дальше в любом месте даже на расстоянии нескольких метров локальные зоны с умирляющим или живительным излучением земли ни в одном учебнике вы не прочтете что есть умирляющая или живительное излучение земли ни в одном давайте начнем с простого постепенно подойдем к тому что вы должны знать потому что у вас на любом участке 10-20 квадратных метров практически у всех по моей статистике есть такие зоны а потом попади в эту зону что а делянка института и хоть лоб расшиби и никогда господа ученые если вас такой зоне а вы об этом не знаете и самое страшное что знать не хотите никогда у вас не будет ничего расти и все ваши труды а я такие примеры знаю коту под хвост смотрим дальше вот это вот громкое заявление на науку попер вот смотрите начинаем рассуждать сейчас самое интересное касается каждого из вас учтите все кто меня смотрит это элита любой из вас как сегодня мне звонила женщина светлана так и сказала повторяю записываю повторяю записываю что-то начинаю понимать вот а потом можно будет многим из вас кто помоложе получить второе образование уже естественно биология вот а когда то вам придется читать уже когда вас будут такие сады вы будете читать лекции не только как я простым садоводом а читать лекции уже в институтах университетах нам надо перестраиваться вот это вот я взял фотографию груши мощная красивая урожай но невероятно вот знаете сколько здесь ведер груш сказать 30 вот здесь вот она еще не поспела 30 ведер а это груша не моя я с вами уже вам надоел помните как это а уже или за а за других нет это да это груша он и не покойного бородича владимир степанович почему я привел пример потому что центр садоводства нас их два поселок черемушки поселок майна боролись за лидерство вот одно начало угасать другое развелось и так далее так вот это наш один из выдающих садоводов поверьте за садоводство ему родина дала орден знак почета ему за это сейчас все ордена и все звания делятся там там помните как путин говорил обращался к президенту акаде этого главного академии в россии и чего там звание то раздали милиционер а раньше было все путем а и вот у него прекрасная груша он выдающий садовод а вот сюда дальше я же по делу 100 метров 200 метров 300 метров эта груша умерла бы 100 процентов потому что у меня туда тоже звали и говорили константинович ничего не растет а разница то в чем ты здесь примерно до воды метров шесть восемь а дальше пять четыре три а у людей колодцы два и больше нету уже везде где близко к грунтовой воды это уже геопатогенная зона в принципе там еще что-то может расти но уже выборочно уже сад будет не такой а вот это уже растение будет никогда то есть сразу отсекаем там где близко к грунтовой воды так но это только начало разговора я просто привел пример смотрим дальше вот это важнейшее письмо я не знаю как дмитрий карьерин отнесется у нас был длинный телефонный разговор я ему указал на его ошибки надеюсь он меня понял вот это все мы с вами будем смотреть но и изучать но позже потому что все это очень важно важно невероятно вот но сейчас я выбрал только то что нас сейчас волнует должно волновать и интересовать всех читаем у него у него проблемы у него несколько попыток здесь конкретно в этой местности проживания нет деревьев одна береза на километр в среднем возможно состав почек как-то действует на персике больше всего ну если о персиках но это касается и всего остального а почему потому что одна береза на километр вот и вот здесь нельзя было ничего толком садить но я прочитал еще ниже ниже смотрите растет все плохо так 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 а саженцы которые отдал знакомому на дачу в лесную зону когда сносился за это лето выросли уже на два метра у меня ничего подобного не было никогда медленный рост дальше идет вопрос о теплицах пропускаем сейчас вопрос принципиальнейший дмитрий потом еще раз поговорим и потому что вот это вот огромный труд огромнейший труд я хочу чтобы вы оказались в плюсе я вам помогу советами и всем но чуть позже вот пока все пропускаю и вот это пропускаю так неизданная книга железа постулаты садоводства важнее всех миллионов книг из традиционного университета садоводства казалось бы наглость какая-то привожу пример эта книга никогда вы не увидите потому что если мы там по полторы тысячи экземпляров чего-то все-таки частном порядке странценко павлу николаевичем смогли издать то на этом и все а это самая важная книга потому что это как раз и надо изучать уже там где звание дает милиционерам звание академика вот представляете какие один из постулатов если на этом конкретном месте никогда не рос настоящий лиственничный лес поняли никогда не рос настоящий лиственничный лес то садить тут сад нежелательно не почва для дерева а дерево для почвы а еще точнее местного биополя и так друзья мои впервые встречаем слово биополя сегодня вот которого не существует и никогда не было дальше будем разбираться повторяя не почва для дерева а дерево для почвы смотрим дальше вот эти бесценные снимки я получил сами знаете от кого вот смотрите от александра еще раз их использую лучших целях в его письме написано прекрасно на этой почве растет лес и прекрасно на этой почве растут плодовые деревья вот впечатляет когда мне писать о симке мне плохо стало я начал к этому привыкать смотрим сюда значит в этот момент мы с вами эту расширяем я вынужден подробно говорить потому что когда-то все-таки появится настоящая литература настоящая учеба смотрим сюда почву разрезе я просто набрал почву разрезе смотрим картинки смотрим мы оказываемся в удивительном мире пока мы его не будем я бы с вами по полчаса бы про каждую фотографию говорю но пока мы с вами смотрим в целом потому что потом за голову схватите это и все это это сколько лет она образовывалась вот еще вот пять а это и обратите внимание знаете на что какая-то искусственность искусственность вы поняли меня о чем речь у вас фантазия надеюсь такая же богатая как у меня меня мне отчет курдюмов говорит лирий константинович прекратите вы эти все учите как правильно посадить дерево больше ничего не надо вас ученые иначе не воспримут намекал что за дурака примут вот а я то старался 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 уже есть новая технология уже все уже надо всю россию переучить а я ученые обратили внимание нет тогда я решил копаем глубже во всем этом я вижу искусственность но пока я не буду это сама расширять эту тему просто я хочу чтобы поняли что это удивительный мир и так учаев не знал этого не мог он столько ям выкопать не мог я начал так как изучать котлован там сгоревшим садик я хотели строить дом да вот вот три-четыре метра вот такой вертикал вот так же и вот я изучал где червь где чё где это самое просто срез получился после того когда это это самый копал этот господи как называется ну неважно мех лопата вот вот так я изучал но это один раз а то куча много мог таких сколько 5 10 я выкопал а теперь посмотрите и теперь когда я смотрю что якобы глина это всего лишь бывшие скалы не верю не верю вот этот силах я показывал не верю не верю какая-то искусственность как будто кто-то создавал чуть ли не это также мех лопаты вот не верю поняли не верю не верю не верю ничему не верю все это что я тут же образование почвы начал читать извините херня натуральнейшая теперь то я могу говорить все равно ученые этого не слышал что я говорю им это по барабану главное вызубрить этот самый как называют почвоведение вызов брить экзамен а там хоть трава не расти она не растет так нет не верю а вы знаете сколько тут этих тут их наверно тысячи посмотрели возвращаемся наши это смотрим смотрим вот это вот я я вас подвожу к открытию мирового уровня которая не это самое к сожалению как-то получилось что поколение за поколением не нашлось ни одного кто до этого додумался вот может быть потом единственный случай был когда я где-то какое-то утверждение было потом пришла ли какой-то столетней давности мне страничку с какого-то это самого с какой-то книги оказалось что я второй по-новому открыл но это единственный случай на практике открытие несколько десятков вот смотрим очередное смотрите вот это вот я стою фотографирую вверх поднял этот фотоаппарат вот так через этот самый забор соседский участок тот самый злосчастный который 10 соток стоило полмиллиона просили денег не нашлось на наших глазах все эти 20 лет он зарастал и вот он зарос смотрите как если сюда не ступал а так бывает с той стороны соседи хозяева с той четырех сторон а этот участок оказался посередине мы давно уничтожили был как бы этот сквозная дорога да каждый прихватизировал этот там несколько метров дороги нет исчезла вот то есть тут а градус тут уже чужой участок нет дороги и не нужно так вот этот участок не ступала нога человека 20 лет обратите внимание здесь растет трава здесь ничего не растет я вам сразу скажу здесь никто не косил ни разу ни единого раза за все эти годы а здесь поднялся молодой березняк и там еще кто-то вот вот если бы заранее можно было это промерить специальными приборами я вас сегодня открою великую тайну величайшую специально интригуру если бы к особым прибором можно было измерить или хотя бы рамками так вот вот здесь можно было бы спокойно садится как пока это еще было картофельное поле пашня и прекрасно бы он рос вот здесь еще с трудом но здесь кустарники могут расти и наконец вот здесь ничего бы расти не смогло примеров у меня много я о них буду рассказывать это яркий пример потому что я готовлюсь и вот значит я железо подумал что в википедии я проникнусь мудростью науки я набрал биополе это второе слово было биополе земли вначале я наткнулся на это самое тут конечно толковый словарь это же не просто так и вдруг считаю то к чему отношусь величайшей серьезностью впереди терроринкогнито впереди не исследованный гигантский пласт науки будущей почему я на я правда делать не шутю я называю себя учителем будущих гениев осталось то только вот открыли америку да вот приплыли а впереди работа для миллионов для первых тысяч которые вот это река оренок а это вот миссисипи а это амазонка а кто-то открыл уже тихий океан насквозь прошел впереди работа для тысяч гениев то что я сейчас говорю что они эти умники пишут термин используемый для объяснения пара психологических явлений частности терапевтического воздействия методов контактного бесконтактного массажа тут мы еще написали про это пример джуны возможность это я красную очередь подчеркнул и регистрации биополе научными методами вызывает дискуссии вы поняли большой энциклопедический словарь биополе биополе это сразу песня это небоскреба небоскреба я маленький такой биополе биополе я пара психологии вот пара психологии то есть среди нас городских сумасшедших вот таких как я вот это означает невидимое поле создаваемо каким-то организмом что такое группа и организм вокруг себя невидимое биополе толком и словарь вот пожалуйста ты-ты-ты да еще на английском ладно набирай тогда просто набирай википедии вы поймете это все не шутки мы подойдем к важнейшей теме я вас постепенно подвожу спасибо за то письмо где на квадратный метр одна береза росла и почему у человека сплошные неудачи биополе правильно псевдонаучная концепция это я вот в знаке вопрос согласно которой существует совокупность тогда бы написали якобы существует совокупность тонких полей генерируют живыми органами представляете у нас с вами это я так чуть-чуть отвлекаюсь но по делу есть такое понятие тормозной путь это значит что пока от отсюда вот сюда придет сигнал от того что впереди яма пока она дойдет до мозгов мозги переработают дадут сигнал ногам проходит две-три секунды вы уже в этой яме так или не так вот откуда берет сигнал это электричество она особо электричество знаете почему потому что она имеет свои характеристики из наперед скажу потом забуду сказать они сродни характеристики биополей живых людей пусть это написано все они сродни характеристикам тех самых которые излучает планета я уж не буду говорить то планета живая сейчас каждый в сторону уйдем нет главное это как после этого ученые будут заниматься до хрена не будут заниматься потому что это все псевдонаучная ну а дальше я уже написал что такое википедия являясь самой пол энциклопедии то есть все это истинно последние станции больше ни хрена и вот тут начинается открытие а вот начали просто открытие потом глобально открытие и так 20 лет я не решался я был связан с словом вот а начиналось я вынужден рассказать потому что это все по делу каждый из вас должен пройти этот путь самостоятельно верить мне нельзя большая сэклопедия какой черту железу со своими за умными этими вот большая энциклопедия большой циклопедийский словарь поняли придумали это и а дальше про городских самоседчиков так вот что я как у меня получилось смотрите я рассказываю один раз но то есть уже второй или третий раз но это было так давно дай бог два-три человек из вас это слышали от меня или читали в моей ходе а начинала так давно когда интернета не было а что было появилась книга появилось много книг среди них было море мусора но одна книга называлась я не мог ее не купить я же человек увлеченный она называлась смерть в вашем доме я начал читать я прочитал узнал про эти самые книга и на другого иностранного автора книга про эти самые геопатогенные зоны у нас они еще называются гиблые места мы знаем про такие любое болото это гиблое место вами знаете вот уже так вот значит иностранный автор дальше по решетке хартмана изучил научился владеть рамками но это это умел но уже как почти профессионально то есть пересечение силовых линий тут может тут нельзя вначале грубая рамками потом маятником маятником можно диагнозы ставить вот но к сожалению не сегодняшняя тема тоже надо вам научиться то есть человеческий организм прекрасно этим маятником и поверьте это не городской сумасшедший а старый опытный белокатовщик но про маятник потом про чешский организм потом смотрите что самая рассказывает суть когда я взял изучил эту книгу нужно было стать я смерть нашим домом а дальше написано в германии находят дома смерти не только дома какой-нибудь там метр на метр что можно кровать переставить а дома смерти эти смерти подъезды смерти вот что угодно и там этим занимается пусть такие же как я более серьезно относится к этому например человек плохо себя чувствует они могут вызвать белокатурщика сказать померите мы ничего не заплатим пришел белокатурщик переставил по команду переставили мебели человек перестал болеть но это германия а россия в россии до этого я осознал только одно литературная газета страшная вещь 70-е годы появляется разгромнейшая статья талантливый журналистов высек нас всех белокатурщиков вот таким знаете тон такой издевательский вот пригласили какого-то деда борода по пояс а у него в руке на не то на это на ниточке пуля свинцовая и он и я это а он он свидетель того его знакомая это самое значит прониклись решили что надо бы квартиру проверить он ходит по квартире дед громогласный так здесь у вас это он описывает статье здесь у вас кровать вы что тут сумереть можно как вы еще живы кровать ту комнату а здесь рабочий стол сколько три часа сидишь в день тоже как ты еще живой и вот это стоит высекли всех нас и все заглохло чертовой матери а здесь кто мне перестройка люди начали верить во что ладно бы в нас белокатского всякую херовину чертовщину сами знаете у меня следующий этап был когда я научился владеть рамками сказать какой я пошел по экстрасенсам и у меня их было около десятки фамилий телефонов только в одном сайногорске а мне надо было подмазаться так я беру бутылку шампанского я беру коробку конфет прихожу знаете я не хочу лечиться противник я хочу с вами поговорить пообщаться прихожу рамки вот тут вот у меня поговорили все ну как это все это как вы лечите ну так вот плечи можно я с рабочками мне интересно как раз для под вы что вы меня сейчас это в рамками моего биополе проткнете я вот я ухожу она в догонку это один из многих примеров заберите свою шампанского конфеты но я же не стану забирать не не все оставьте себе извините нарушил вас покой боженьки море короче одно нашел настоящую потом еще целую компанию нашел но я об этом рассказывал я сейчас не хочу отвлекаться это особый случай они все оказались целительными то есть и целительство существует но только вот кто отделит целителя от псевдо целителя без этих же рамочек извините никому верьте когда у вас это самое а там ну есть статистика каждый десятый настоящий он кстати с моей сходится с моей личной статистикой замерил кучу людей нашел из профессиональных целителей нашел всего одну настоящую и еще настоящую компанию из четырех целителей тоже у всех биополе было за три метра так вот это опять чуть ли не отвлекся идем дальше я даю объявление в газете яхаю приглашайте в свою квартиру я буду мерить эти самые биополе вашего нет не так где бы буду находить геопатогенные зоны и я и пошли а люди уже в чертовщине поверили грухнул советский союз все к чертовой матери и люди поверили и мне поверили или на всякий случай а вдруг кто меня приглашал у кого доме больные люди совпадение было у меня ну допустим взять 20 человек до 20 квартир только в одной квартире я не не нашел связи ну вру дни 20 12-15 только в одно я не нашел и съездил червашки и всю квартиру и думаю что такое чек еле живой а это самое а квартира чистейшая и я расстроился я перестал этим заниматься на руки опустились после то и последний случай я действительно пока вот эта кровать и действительно тут чек ребенок а уже больной весь насквозь вот такие случаи и друг последнем случае я не нашел на руки опустились и только потом через много лет я вспоминаю этот случай сообразил а кто сказал что он должен был болеть потому что он в этой кровати лежит они из-за какой-то радиации или за чего вот я не спрашиваю биографию чеку 60 лет я не спрашиваю биографию где он работал как можно чернобиле короче но руки опустил и перестал этим заниматься но все-таки у меня надо было подвести итоги я напечатал статью газета я написал ее красавица в одной газете и сайногорская газета вот там где решились напечатать один из краеугольных камней в случае мне раздался звонок вы думаете зря вот эта фотография сайногорская я узнал вещь которая не может быть никогда я до сих пор и сейчас как бы еще считаю что до сих пор приборов которые находят геопатогенные зоны не существует почему понятие геопатогенные зоны а у нее излучение тот же спектр что у человека это как чека мы не видим ни хрена быть пока рамки не возьмешь не подойдешь на метр на два на три пока они не зашевелятся ты не знаешь что перед тобой с какой у него три метра мощь здоровое поле здоровый человек или вообще у половины вообще нету вообще нету то есть подходишь рамки не шевелятся вот мы даже этого не знаю представляете какие тут приборы ведь они до этого уровня не мере и вдруг мне говорят варьер костянович нас не выдавать вот приходите к нам уже вроде даже не скажу куда ну короче говоря назовем это условно архитектурный отдел этого самого как-то назывался горосполком да вот архитектурный отдел а точнее соседний с ним отдел почему потому что две женщины которые такие же как я у них горящие глаза они занимались тоже чертовщиной знаете почему еще они приборы продавали там всякие дэносы помните да те которые защищают там первые появились эти самые мобильники защита мобильников да вспоминайте вам все это всовывали все в каждом городе чуть ли не в каждой деревне вот такого типа и искать только варьер костянович выпроси вашу статью пожалуйста не выдавайте нас иначе нам хана мы вам покажем вы сказали как таких карт не существует их надо создавать надо спасать миллион людей это я написал в этом как называется газете а мы покажем карту и они мне мордой ткнули они приносят карту соседнего отдела так вот я развернул глаза мне верю а я же увлеченный человек я знаю что я вижу карта геопатогенных зон города саяногорска и вот он передо мной вот такая вот карта расстрелили я начал изучать я сразу а я фотоаппарат если вы сфотографируете все нас это на хана то есть запретили как слово взяли а еще слово взяли никогда не рассказывать то что я вам сейчас расскажу а знаете почему рассказывать попробуйте догадаться ответить прошли годы десятилетия мне вот сейчас не перед кем слова держать мне кажется я теперь имею морально право рассказать грустно вспоминать что было вот но сейчас мне кажется что я свободен и как так 70-е годы якобы никаких приборов не существует а здесь первая карта геопатогенных зон когда я через несколько месяцев все в голове вот это сидит прошу прощения кто-то звонит на самом интересном месте так прошу прощения прошу прощения приходится покармливать так так все нормально погладали так все продолжаем так вот как бы мне найти тот последние мои слова мои слова последние мои слова последние и ладно попробуем так итак передо мной карта она расчерчена такими линиями весь город расчерчен причем мне показалось я пытался понять происхождение но я давно уже знаю что геопатогенные зоны гибло для нас для растений для всего живого потерь для всего живого как я сейчас последний коровник нельзя построить если перед этим не не проверили а здесь семидесятые годы карта еще значит до строительства этого города а он там возник где-то сколько его лет 30-40 и уже карта была я посмотрел пытался понять происхождение и что-то мне сильно напоминало подводное русло которое и бывшие вырезаете всегда в эти реки рядом же не все его слева меняют русло так и теперь на месте бывших руссов строят город для чего допуга самое интересное было потом несколько месяцев сразу не догадался я позвонил говорю девчата у меня помните да спасибо вам вот я слово держу я никому не рассказываю но мне нужно знать к нему должна быть пояснительная записка ответ по телефону что вы мы боимся руки брать все кто но это на мистику но я расскажу все как было все что я сейчас скажу клянусь богом это правда потому что это очень важно для понимания мы говорит в руки никто никто не берет почему потому что всем случается несчастье ну ладно допустим это какое-то такое недоразумение или как все назвать таких случаях говорим вот ну как ну в общем понимаете и вот значит и вам не дадим или просьба забыть навсегда что вы видели эту карту карта осталась перед глазами обратно тогда я сидел долго на дне запретили фотографировать я смотрю третьим экран седьмой дом вся третья квартира я жил несколько лет по нему в двух местах проходит эта линия границы гипотогенной зоны прошло несколько лет а я запомнил потому что раз я там жил меня это и касалось прежде всего вот и оказывается я жил в этой зоне кстати у меня домовой жил вы сейчас скажете опять виска крутить быть настоящий домовой но это опять другой разговор почему-то выбрал именно зону гипотогенной для жизни так мою квартиру этот дом начал разваливаться его потом буквально как это ремонтировали иначе он уже в развальный превращался 9 микрорайон самое страшное гипотогенной а кто в нем живет другого края 9 микрорайон там столько этих самых людей как называется опустившихся это так сложилось как раньше было понятие химики это не те химики что кинохимических заводах работали это временно так сказать не свободно и вот они потом остались на горске заселили вот этот простенькие самые дома вот эти вот хрущевки там и остались именно там как раз вот это я показывал мусорка которая бесполезна приходит мусорка никого утром наступает центр микрорайона заставлю весь мусорик вот это вот тот самый вот какая-то связь есть или не есть это не главное что я хотел сказать главное что вот я когда смотрел а эти же это сама была не просто она сделана как сказать это была одна из моих открытий карта была сделана не так что вот допустим карта а потом вдоль не попадая в эти зоны а вот тут вот тут строились бы дома чтобы люди вы жили в этих чистых местах чистых не прокладывали или уже задним числом может быть может уже в 80-е годы делали эти замеры потому что получалось так что вот они дома живые вот третье микрорайон с одного края города вот девятый микрорайон с другого края города и все это разрисовано этими геопатогенными зонами все застрахована большая территория процентов 20 и шло через все дома то есть стройка сама по себе а карта сама по себе и вот тайна как они где на то время существовали приборы чтобы замерить геопатогенную зону и сейчас не знаю а это же очень важно знать но это еще не все мы все еще как бы сказать то наши присказки значит получилось так что сейчас когда я раскрываю а один секрет а вот этот вот именно этот секрет да вот я для меня остается величайшей загадкой если карта есть она сейчас наверно там есть вот слава богу уже никого не смогут уволить вот если так получилось что была возможность строить не заходя в эти зоны чтобы люди жили чистых местах тогда меня до сих пор ему считает этот страшный вопрос если они безобидны и геопатогены слова патоген вы знаете любой догадается что это плохо то есть это действительно они безобидны на черта было делать эту карту раз если сделали на черты и было секретить так что это я и сейчас у меня нет на руках фактов вот и на не будет тогда получается так например вот сейчас бы я выступил где-нибудь в трибуны меня бы несколько человек услышал поделать бы дикая паника караул а может мы где поток они поэтому ли мы болеем вот появился в вопрос и не пара ли нам этих самых гербер белок а . курсы открывать где-то они есть той же германии вот мне пора ли смываться с этой квартиры где и так чувствуется живется плохо а вы знаете что весь почему вот не аудика удивилась это обилие геопатогенных зон площадь огромная а ведь еще завод еще город строился уже говорили что весь город построен на гиблом месте процент заболеваемости высочайший а потом я переехал когда с этого интересно когда я переехал с этого самого в третьем микрорайоне седьмой дом тот самый который сто процентов геопатогенной зоне переехал вот в эту квартиру а у меня уже в памяти то она не отложилась я не знаю что я буду жить 10 микрорайон дом 2 а у меня то нет памяти это зато было другое дохнут люди дохнут и дохнут и все говорят в 10 микрорайон построен на бывшей кладбище может быть те трупы и не причем которые забыли перезахоронить а скорее всего просто опять и этот участок туда же попал я у себя квартиру померил я знаю где у меня это зона я знаю вот я я не я не дурак туда влазить но это еще не все вот это еще не все идем дальше нет пока мы посмотрим город рассказываю когда я жил в этой самой это очень важно для меня это факты они мне откладываются к кирпичики в здании которые еще строю и до конца еще далеко 10 с 3 микрорайон седьмой дом 53 квартира вся тарой квартире жила супружеская семья мужчина уже пожилой это страшно было перенес операцию по удалению предстательной железы вот в таком возрасте ему было где-то 70 а женщине было лет 60 его супруги до дичайшие головные боли как она мне жалко как не было ее жалко это мы дружили вот тогда с соседями сами знаете дружили вот она каждый день съедала полный стандартик анальгина и у нее не прекращались головные боли один раз случай дичайший не дичайший а редчайший так уж получилось что они по семейным делам поехали вот на берегу красноярского моря у меня память слова красно-туринск 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 в общем город легко это сам когда они туда приехали прожили неделю она вернулась оттуда помолодевшая на 20 лет и сказала что у нее ни разу а у него голова болела страшно с утра до вечера и всю ночь как она еще к тому времени не заработала это инфаркт или инсульта я не знаю но прожив неделю там в этом на берегу красноярского моря это легко может горд найти чистейшая голова все вернулась и вернулась головная боль и они на старости лет были вынуждены просто жизнь заставила поменяться на тот самый год вот и у меня с таких кирпичиков складывалась а ведь она вместе со мной жила геопатогенной зоне и я жил этой зоне сказать рядом прекрасно себя чувствуя не могу идем дальше вот это вот участок возле меня я эту фотографию показывал берем шире и так здесь когда-то было как картофельное поле на 20 то есть 20 лет назад его забросили на моих глазах потому что ничего не выросло вообще взяли участок это вот здесь мой участок то есть вот тут я фотографирую со своего участка я стою на свое а этого соседский я сделал три фотографии значит здесь распахали посадили а вы знаете первые картошки а тогда в тайге мы в глухом месте садили картошку без всякого этого картошка была 2 урожай почти такой же посадка 3 уже не было уже надо это самое но 1 это урожай были в с каждого куста по пол ведра это было вот а здесь распахали дом строят слева дом посадили ничего не растет проходит 20 лет хозяин уехал москву эти самые пока собирались что случилось смотрите первый снимок идем на несколько метров левее и левее вот здесь уже березы растут это 20 лет было а здесь плохо видно фотографии два года назад тополя вот и вот этот дом стройка закончилась началась такой 20 это смотрим внимательно вы видите вот это еще раз сравниваем вот это да вот и никто не садил леса а здесь до сих пор ничего ни одного и ни одной ничего а а между ними вот так шло вот так вот так вот видите вот и получается что стоит здесь посадить что-то и ни черта вы не получите вот как картошка не выросла и ничего здесь только в россии а самое страшное а вот это просто повезло угадали где дом строить угадали дом стоит тополя за 20 лет я смотрел шесть-семь этажей за 20 лет и вот здесь гигантская разница между этим вот этим и вот это надо знать до стройки до посадки сада идем дальше сейчас я вынужден немножко я гражданин россии вот может стать гражданин белоруссия и белорусы жалеют еще раз сколько я путин обращался фильмы писал его адрес этих избранная писал фильмы на как называется на диске вот выслал вот никого не волнует белорусы все таки нас обошли но как они тоже ему потом не поле мы сейчас не закончили тему просто я хочу чтобы кто-то досюда досмотрит даже смотреть не будет ну пусть хоть это увидит что когда вы гоняете на машинах надо самому об этом думать вот про счете вот это вот только когда пять трупов вешают знак который никого никогда не это белорусы не остановит он невнятный настолько что чем даже не поймёт чего ради о он должен наехать на автомобиль чекных или автомобиль наехать на него пять трупов и кого остановило вы посмотрите какой шоссе а вот шоссе возле этого самого цена горска я вам показывал тоже предварительно плакаты и тоже даже сами менты не знают для чего повесили опять все в трупы собирается за кучу и опять обращался в телевидение сына горска богат давайте сделаем съемки давайте я вам с рамками покажу где надо знаки ставить давайте хотя бы обратимся к ментам сделайте хоть для это может кто-то карьеру сделать это кажется человека спасет бесполезно понимаете почему наболела вот это мой друг денисенко талантливый человек сделал вот сравните белорусский знак кого он остановит а вот этот знак как вы думаете сервискость остановит или нет тому же они обязаны будут выполнять а вот там он за за пригорчиком должен стоять уже с этот самый помните анекдот из племени гаи с палочкой и ждать тех кто 40 не выдержит и людей спасать но мы еще не закончили разговор и так смерть вашем доме это я так называлась книга и так я назвал то что о чем и дальше будем говорить еще раз биополе всем до науся концепция повторили я специально повторяю то есть придется разбираться самим стучит или мне кажется секундочку на самых таких местах так никого но продолжим так вот это вот когда-то будут изучать университетах мы к этому постепенно подходим биополе земли это реальное излучение из нетр нейтральное или губительное смотря из каких пород и разломов земной коры создается на конкретном месте ну а дальше понятно я не могу не пинать они меня прогнали нахрен с этого с трибуны отключили микрофон чтоб я вот не это вот я теперь пинаю слава науке слепой как крот допускающий смерти миллионов людей страшных болезней аварий на дороге и я вот сейчас знаете как думал или высшая сила чтобы медленно размножались почему простая понятная вещь я не один нас тысячи такие как я каждом городе мы есть мы это спасаем людей но нас так мало и становится меньше помните на чертова статья разгромная когда нас это самое высекли высмеяли грязи парили на примере того старика который это заставлял мебель переставлять вот и все это перешло видите куда это ужас это слепым котенком надо быть да правильно в школе проходили в институте проходили что это самое совокупность что жизнь это со совокупность ощущений но если у тебя ощущение это не хватает возьмите эти рамки вот так видите вот они рамки и сразу ощущение появится как кроты забились под это самый теперь так почему еще не могу понять да иногда думаю что же на такое кто-то может людям не дает этим заниматься ведь мы же размножаемся как тараканы а вот это кладбище кладбище настоящее кладбище вид сверху это с какой-нибудь вертолет или где это сфотографировали здесь огромное число людей которые должны были бы жить вы посмотрите сколько на кладбище молодежи если он это каждый десятый человек со мной было он не он не может это самое у него мозги так их и их эти самые гипнотизеры гипнотизеры каждого десятого специально выбирает из толпы чтобы показать свою власть над каждым она таким вот вот эти же которые поддаются власть они садятся за руль они также поддаются гипотогенной зоне крышу на долю секунды сносит и он уже в это в кювете или встречу в машину врезается на таких кладбищах полно молодежи посмотрите на таких кладбищах люди которым жить дожить дети раковыми болезнями болеют их кто хотя бы попытался избавить от этого та старушка всю жизнь промучилась прежде чем догадалась переехать другой город ладно наговорил смотрите чтобы не быть просто этим критиком учитель будущих денег железо предлагает это все когда-то придется делать будущее деньги создание прибора по регистрации гпз хотел бы знать тот прибор который уже был 70 80-е годы ну карта то есть и есть поясина записка что за прибор может быть это настолько засекречено чтобы не переселять миллионы людей и целые дома в гипотогенной зоне надо сказать это дом аварийный надо людей от сюда брать куда у нас дома разваливаются люди гибнут и ты-то их не переселяет пока дом не развалится пока крыша не упадет у нас же на что угодно деньги есть на парады только нет на это чтоб людей а тут еще просто дом как дома будет новый новый дом полюб жить нельзя второе создание кардиопатогенных зон по россии и миру эвакуации из неблагополучных зон жителей домов это миллион уже смеетесь я сам над собой смеюсь хотеть не вредно создание специальных дорожных знатков смотрите выше специальных а вы знаете какие то деньги и же тоже надо миллион когда вот такое случается два варианта или так снижается скорость или объезд дешевле но их надо миллионы никуда не денешься я подъезжаю к абакану опять такая же знак стоит осторожная это самая побочная аварийность а там ровная дорога в абакан везде еще одна такая они не знают что это гпз просто бьются бьются и бьются предупредители пока проверили повесили а кому кто будет его соблюдать подумали об этом ладно смотрим что еще надо сделать законодательный акт это важнейший момент строительство вернее не так запрет строительства геопатогенных зонах организация массовых замерок квартир с целью перестановки мебели особо кровати создание программ для школьных уроков физкультуры для повышения биополя детей я могу это научить этому вот а вы в этом заложено кстати вот это самое гимнастика тибетская она годится обучение раз уж я не авторитет обучение владением пока только биолокационными рамками всех студентов пока пока нет приборов всех студентов биологов и экологов вот это должно быть значит для этого надо чтобы там министр и замминистров в этих самых науки и высшее образование перестали воровать и занялись делом а то пока я тут распинался перед одним замом и перед другим министром науки в это время его другие замы деньги воровали им до этого дела есть пропаганда не злобливого общения людей а важнейший момент не злобливого или почему японцы живут дольше и меньше болеют не злобливый вы даже понятия не имеете знаете чего вы понятия не имеете вы не имеете друзья понятия в том что среди нас ходят люди потенциальные убийцы которые сам этого не догадываться не хотят но попробуйте его им плохого сделать одного злобного взгляда хватит чтобы вы навсегда здоровье потеряли вы понимаете что для этого надо надо для профилактики учить так как японцы помните и никуда от этого не деться вот вот японцы дольше болеют они рыбу жируют там много фосфора давайте фосфором попробуйте жрать отравитесь черта это же рыбы фосфора пропаганда не злобливого общения людей среди нас ходят люди убийцы которые даже этого не знают лучше их обходите так как мы не знаем на всякий случай он злится не трожьте его или как это он виноват а вы извинитесь только чтобы это потому что злоба она пробивает эту оболочку вашу это ладно вот перед вами на экране елена санна савиниц я биополе померил 3 метра заставил руками ногами махать 5 метров или 4 вот попробую и пробей а большинство людей компьютеры в биополе человека уничтожает а его нет для поля спросите в энциклопе нету его такого это так джуну упомянули там руками махать якобы псевдо идиоты тут тупицы вот а это реальная жизнь чтобы нам продать жизнь надо или любить этих самых негодяев любить этих хамов вот много людей которых только это раз это расшевели их злобу даже не будете знать почему почки отказали или печень заболела я серьезно все это говорю так смотрите прошел час вот самый главный успел сказать но это еще не все я пошел на кухне потому что я забыл кружку чая поставить рядом сделаем перу в три минуты я тоже кому надо надоело включать эти возле красного хутора а я в старых этих статьях и старых фильмах старые то которые давно сняты мною я только вспомнил там есть фотографии чистый березовый лес больше ничего не растет через 300 метров чисто сосновый лес ни одной березки все все это получается что не от нас это все зависит а воспользоваться этими знаниями вот этим вот наблюдения как-то не можем догадаться потом мы вернемся к этим теплицам потому что так жалко чек столько времени денег потерял вот и на данный момент то что он строить теплицы а может закончится крахом а мне так этого не хочет придется еще вернуться поговорить а пока я вот это вот выбрал меня даже читать них хоть ну то есть получается так вот как вы видели вот эти вот чтобы не возвращаться да ну я покажу не все другое ну например покажу лес который должен быть первобытный вот видите вот первобытный лес ничего не видим вы сами знаете мы все учились понемногу ни черта мы не знаем про эти самые настоящую биологию и про дебильный блога рассказал вы знаете друзья это ведь не шутки сейчас скандал из-за чего вот не заметили когда я издевался на т.г. потому что я никто и звать меня никак а вот а тут ученица она попала в интернет как бывает ученица химии не смогла сдать экзамены учительница химии не смогла сдать экзамены знаете почему пага это состоялась она не смогла а знаете почему потому что вот это вот эгэ составляли идиоты ладно быть действительно что-то бы пригодилось понимаете и у меня был этот красавец когда работал старшим мастером так нет все даже не старшим просто мастером большое хозяйство и я бочку это самое из-под краски ее надо было прежде чем сдать а у нас строго это на риск вот отчетность я у меня был работал дневной бригаде красавец осетин такой красавец что если я уж извините за такие подробности не было ни одной женщины в его окружении которых нам отказалась вот такой красавец и значился красотой это сделал это тоже в школу это учеба вот его паса я его послал эту бочку это освободить под краски и выжить туда эту поджог факел туда прямо в эту бочку и голову туда сунул вы бы видели эту голову потом после взрыва понимаете живут элементарного мы не умеем не знаем и знать не хотим а вот дебильные вопросы чтобы люди наверняка там будут одни тростники учительница ли это которая этот же предмет им преподавала не смогла ответить на вопросы и рассказывает в сетях четвертый даже знаешь сколько получу а когда ты расскажут пробел это вообще дикость какая-то это дебильная школа вот те самые эти помните самое и рассказывал про этих минпрос мин это самое медицина это самое образование все это такая херня вот все чего делают а мы с вами вынуждены это все исправлять сказал только потому что вы уже действительно уже до того столько везде дураков настоящих они думали когда детям предлагали гена который нет ответа они не могут это знать а ямче что не показывал то же самое по биологии где из трех ответов или три правильных или три неправильных или два не про или или два правильных попробуй выбери и попробуй заработали и стопала вот это лес так вот он вот он этот лес давайте на него глянем вот этот лес иногда то надо заглянуть кто в этом лесу бы здесь почва за тысячу лет поднимается за два-три сантиметра видите я специально вот это вы видите здесь идет очень такая настоящая зеленая жизнь посмотрите все это перегнивает все это становится почва 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 видели да я просто хочу сказать что когда-то когда кто-то из наших придет туда и начнет всерьез этим заниматься что надо заниматься сказать вам надо сказать ребята вы знаете мы идиоты мы ученые до сих пор может помягче сказать мы невеже с одной стороны вроде бы это самое 800 миллионов лет назад почва появилась другой стороны где километры почва а получается что библии там шесть тысячи лет назад с копейками здесь появилась и здесь получается шесть тысячи лет назад и здесь шесть тысячи лет назад и здесь а помните я вам показал вот это что это почва я специально заранее показал она похожа на как будто кто-то это все делал искусственно а давайте ребята не будем отрицать на всякий случай может быть библия написана для первых людей сильно примитивно все таки это самое там про шесть дней против вот но нельзя этого отрицать надо разбираться дальше чтобы сказать ребята вы закончите школу как черт и г что вы бы про это написали бы когда никто ни хрена не знает откуда глина взялась откуда не взялась до сих пор никто не знает но если так получилось что земля искусственная давайте уже не будем верить того бога который на облачке сидит и каждого из нас судим давайте верить то что все было не так что наша жизнь представляет цены что наша жизнь вечная давайте не будем это исключать давайте ребята закончите школу пойдете биологами работать познакомиться с трудами к тому времени ваших этих самых предшественников вот так оно должно быть ну раз мы ни хрена не понимаем в этом если мы до сих пор не знаем что биополе земли существует я не исключаю что земля живая в целом как организм живой нефть это кровь вот излучение такой же как у человека те же самое что вы знаете что такое если излучение длина волны она не совпадает ни с какими с это самое не альфа бета гамма на не совпадает не с этим они не ультрафиолетом излучение не прокрасом ни с каким не совершенно другие эти параметры другого а земля совпадает а воздействие это самое хорошо интуитивно кто-то может вот кажется ему плохо спит он другую комнату перешел конце концов другую эту переехал другой город вот как мы пример но это все можно осмысленно впереди в огромная работа вот все что я говорю осознать и начать это делать где-то когда-то зацепиться хотя бы за это то это академия бесполезно я специально он не показывать и фотографии дяди спят глубоким сном на заседании ладно уже пропускаю вот эту вот глупость какая-то горная порода бывшая горная порода вот так вот растеклась по всей земле вот так знаете